Пустые пляжи, насколько хватает глаз. И это на Пхукете, самом важном туристическом острове Таиланда, куда до пандемии стекались толпы туристов. Хайо фон Келлер никогда не мог себе представить, что этот райский уголок для отдыха может быть таким пустым. И так долго. Но в самом начале пандемии Таиланд очень быстро ввёл запрет на въезд. Страна была по большей части полностью отрезана от внешнего мира. Мы использовали последние резервы, чтобы обновить интерьер комнат, занять персонал, сделать некоторые вещи лучше и красивее. Потому что надеялись, что зимой снова будет какое-то оживление. Однако этого не произошло. И тогда нам пришлось нажать на экстренный тормоз. Он пытался удержать всех своих сотрудников, а их было 80, как можно дольше. Теперь в отеле едва хватает работы для 33-х, и большинство из них работают неполный рабочий день. Туристам снова разрешили въезд в Таиланд только 1 июля этого года в рамках пилотного проекта под названием «Пхукетская песочница». Это программа жёстко контролируемого въезда со строгими антикоронавирусными мерами. Для въезда в страну потенциальные туристы должны предоставить целый ворох документов. Подтверждение о вакцинации, медицинскую страховку, данные о бронировании отеля, отрицательный тест на коронавирус — и это ещё не всё. Многих отталкивает такое обилие бюрократии и бумаг. Передвижения тех, кто добрался до Пхукета или другой тайской провинции, участвующей в программе, отслеживаются с помощью телефонного приложения в течение как минимум недели. Температура тела туристов проверяется ежедневно. Вдобавок ко всему требуются дополнительные ПЦР-тесты, которые нужно оплатить заранее, ещё до выезда из дома. «Сейчас ещё не пришло время массового туризма. В настоящее время приезжают отдельные путешественники, которые действительно хотят путешествовать именно сейчас и у которых есть конкретная причина для этого. Например, у нас есть аюрведические программы, которые нелегко найти в других странах мира». Но многие небольшие отели, магазины и рестораны, которыми славятся такие туристические места, как пляж Ката, не смогли пережить долгого застоя. Когда разразилась пандемия, многие из них просто закрылись. Помощи от государства почти не было. Банки кредиты им тоже не давали. Содержание ресторана или гостиницы стоит денег, даже если нет посетителей. И даже если у них всего несколько номеров. Оборудование, сантехника и помещения должны поддерживаться в рабочем состоянии. Вы не можете просто закрыться, а позже снова открыться. Хайо фон Келлер рассчитывает, что через несколько недель в его отеле снова будет достаточно постояльцев, и тогда постепенно он сможет снова нанимать новый персонал. Но полное восстановление после локдауна займет много времени.